Когда приехала в гости в Москву, и обедаешь бутербродами с чёрной икрой. Всем привет! Наконец я достала камеру. Я приехала в Москву на 4 дня, на день рождения к другу. Поэтому вчера мы сидели дома, общались, а сегодня приехали на ВДНХ. Сзади меня вы видите гостиницу Космос. Эта гостиница была в фильме «Ночной дозор», а здесь вот ВДНХ. Это выставка достижений народного хозяйства. Это разные павильоны, которые представляют разные республики, которые раньше входили в состав Советского Союза. Пойдёмте посмотрим. Огромная территория. Вот мы подошли к фонтанам, но они, к сожалению, выключились. Сейчас будем ждать, когда включат фонтаны. В Москве немного прохладно. Я даже чуть-чуть замёрзла. Погода как в Санкт-Петербурге прям. Вчера мы были дома, общались с друзьями. Сегодня мы пойдём в рыбный ресторан, отмечать день рождения друга. Завтра, не знаю, чем мы будем заниматься. Вечером встречусь с одноклассницей. И послезавтра, это будет 28 апреля, мы встретимся с Ирой. О русском по-русски. И что, пообщаемся, сходим на рынок. Ну, давайте, включайте фонтаны. Не знаю, что рассказывать. Я приехала сюда отдыхать, и у меня просто в голове совсем нет никаких мыслей. Поэтому просто наслаждайтесь видами вместе со мной. Это павильон Казахстан. Красивая. Мне нравится. Я люблю такие узоры. Такой орнамент. Очень классно. Дальше следующее здание. Написано «Торгово-выставочный центр профсоюзов». Красивой. Играет несколько今回. Такой орнамент. Играет музыка. Ингр pocz鬮у. Такой орнамент. Соответственно, как! Высолить. Играет крово-выставочный центр профсоюзов. Набь. Понятно. Такой орнамент. Такую орнаментку. Парк огромный, поэтому, если вы хотите всё посмотреть, лучше взять велосипед или самокат, чтобы проехать, зайти во все павильоны. У ВТНХ есть аудиогид, с которым очень удобно гулять и слушать одновременно информацию о разных павильонах, поэтому обязательно заходите на сайт, чтобы извлечь максимум из своей прогулки. Мы пришли в ресторан Старик и море, здесь разные морепродукты, смотрите, какая роскошь. Мы можем посмотреть с днем рождения. Кайф. Это устрицы, вот эти вот две штучки. Это икра морского ежа с жутком. Это я себе заказала. Называется «Абразильская макека с морепродуктами». И вот здесь гребешок, масось и манго. Очень аппетитно. Очень вкусно пахнет. Вот чек. Безалкогольное пиво и еда. У нас сегодня гастрономический день. Мы только что поели в рыбном ресторане. И сейчас пришли в кафе, где есть разные тортики. Как нам осень и манго, спекли мы кафань. Вот такой вышелый, вот такой нефелый, вот такой долгатый. Патриарши пруды. Русская красавица с длинной косой. Русская красавица. 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 Мы идём отмечать день рождения. Отличное настроение, и погода очень приятная. Наконец-то стало тепло, и солнечно, и вообще кайф. Думаю, нет. Приехали на Красную площадь, а погода как в Петербурге. Дождь. Сейчас идём обедать. Площадь закрыта. Идём обратно. Красная площадь закрыта, поэтому мы идём окольными путями в гастромаркет, вокруг света, идём поесть. Вот это всё вкусно. Морская капуста. Очень вкусно. Доброе утро, друзья. Сегодня мой четвёртый день в Москве. Заключительный день моего маленького отпуска. Я почти ничего не снимала, потому что проводила время с друзьями. Они вчера уехали в Новосибирск. А я ночевала в костеле, который называется «Три пингвина». Могу всем его порекомендовать. Это хороший, тихий костел, очень чистый. На букинге я его забронировала и провела отличную длинную ночь. Очень выспалась хорошо. Сейчас я позавтракала, выпила какао и съела круассан. И вот села в таком милом, тихом дворике. И сейчас пойду в Третьяковскую галерею. Я в Третьяковской галереи никогда не была, очень интересно. Я уже знаю, какие картины я хочу увидеть. Вот. Ну и сегодня, чуть позже, мы встретимся с Ирой с канала «О русском по-русски». Я думаю, что задам ей несколько вопросов, мы познакомимся. И в мае Ира приедет в Санкт-Петербург. И мы с ней тоже, наверное, весело проведем время. Так что не переключайтесь. Ну что, друзья, я сходила в картинную галерею. Точнее, в Третьяковскую картинную галерею. Получила огромное наслаждение от картин. И сейчас я направляюсь к Усачёвскому рынку, где мы встретимся с Ирой. Камера садится. Не уверена, что смогу всё записать. Впечатления, как всегда, положительные. Я в Москву приезжала уже несколько раз, здесь живут мои друзья, поэтому для меня этот город, ну, для таких мини-путешествий. Всё-таки Санкт-Петербург я люблю больше, наверное, потому что он выглядит более европейским. Но Москва, конечно, это великолепный город, который получает огромное финансирование от государства. И здесь постоянно что-то обновляется, постоянно строится. Вот, вы видите храм Христа Спасителя. Не стала туда заходить, потому что нет времени. Но всем рекомендую. Если вы приедете в Москву, обязательно сходите в этот храм. Там такое место было на горе, ты спускаешься вниз, и на камни можешь посмотреть вниз на море. И он нас держал. У меня осталось несколько часов до самолёта. Буквально три часа я решила приехать в центр и попробовать прогуляться возле Кремля, посмотреть на Александровский сад, Московский Кремль и Александровский сад. Вот, что сказать. Красиво, монументально. Отличное настроение. Приезжайте в Москву. Новый год. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok